Медиагруппа Авангард представляет Немножко другую окраску стали приобретать все вопросы кибербезопасности, кибериммунитета. Начинаем переходить немножко от конкретных киберзащитных технологий, от кибербезопасности. Начинаем переходить к темам решения задач промышленных. То есть не защищаем промышленные объекты, а помогаем собственникам этих объектов, помогаем менеджменту этих объектов более правильно, более эффективно, в хорошем смысле этого слова, управлять производством. Да, это не совсем безопасность, это не совсем тема иммунитета, это вопросы более высокого уровня, и это гораздо более интересно. То есть это проекты, это задачи, где кибербезопасность, вот эти технологии, они являются как бы частью, частью решения. Если посмотреть, если оценить риски для многих систем, то оказывается, ну особенно если это индустриальные объекты или это объекты инфраструктуры, то риски получаются просто космическими. И решать эти вопросы можно только через систему иммунитета, которая гарантирует того, что эти системы не взламываются. Я горд тем, что наша компания является безусловным лидером в этом направлении, и конкуренции, вот именно в вопросах кибериммунитета конкуренции у нас пока нет. Мы как ледокол пробиваем дорогу, за которой потом пойдут остальные. На нашей конференции есть уже небольшая выставка, и если посмотреть по сторонам, то можно обнаружить изделия, которые работают на нашей иммунной операционной системе. Первые изделия, которые были наработаны на нашей операционке, они появились уже несколько лет назад, но это были такие пробные шаги, это были прототипы. Сейчас же можно говорить о том, что мы готовы к промышленному использованию данной системы. Если взять обычное общение человека с человеком за 100%, то общение по видеоконференции это будет там 80%, общение через телефонный звонок будет там 50%, общение через электронную почту, оно будет там еще эффективность еще ниже. И это объясняется очень просто. Человек привык к тому, чтобы оценивать своего собеседника целиком. То есть есть там жесты, есть там какие-то, есть поворот головы. То есть мы оцениваем собеседника целиком по большому количеству факторов. И это именно вот эта вот информация, ее не хватает, когда мы общаемся по телевизору. Риски уже как бы стали меньше, то есть как бы мы приспособились к этой вот жизни, которая жизнь в масках и с этими дезинфекторами. А второе, уже просто надо встречаться, нужно поговорить в глаза, для того, чтобы потом разбежаться опять-таки по удаленке, ну, кто до сих пор работает на удаленке, и продолжать работу в этом вот необычном режиме. Security Analyst Summit, SAS, которая должна была быть в Барселоне, мы ее отменили, мы из-за нее провели онлайновскую, онлайн-конференцию. И это настолько понравилось, что когда мы, то есть мы уже, у нас запланировано следующее, у нас будет не одна конференция в год, а их будет две. Одна будет традиционная в зале вместе с живыми людьми, а одна будет в онлайне, и раз в полгода будет одна, через полгода будет другая. Почему нет? Ситуация с пандемией, она поможет нам работать более эффективно, потому что до этих всех событий все были, все эти общения через онлайн, были встречи, но они были как бы нерегулярными, и только в крайнем случае. Теперь же мы вынуждены целые полгода общались через экран. В результате мы научились это делать. Когда мир вернется обратно, а причем это произойдет довольно скоро, мир вернется в обратное свое состояние, все будет ровно то же самое, как до того, как раньше. Все будет ровно то же самое. Задним исключением, работать мы будем в два раза больше, потому что будут и встречи обычные, будут и конференции обычные, будут и все, все будет как раньше. Но плюс к этому мы будем делать еще кучу работы в онлайне. Далеко не все имеют возможность огранизовать тот же уровень защиты для сотрудников, который у них есть в офисе. К сожалению, довольно не у всех есть отделы по информационной безопасности, и у всех есть достаточно инженеров для того, чтобы это сделать. Это была и есть довольно большая проблема. Именно поэтому для компаний, которые занимаются решениями по кибербезопасности, для наших партнеров, которые занимаются не даже индустриальными, а решениями по офисной кибербезопасности, на самом деле для них это большая возможность предоставлять безопасность как сервис. То есть для тех компаний, которые сами не в состоянии обеспечить работу сотрудников удаленно и безопасно предоставлять это как сервис. На самом деле, многие наши партнеры, они расширили свои продуктовые предложения, плюс к продуктам они предоставляют еще и сервисы. Но это как бы логично и совершенно, оно и раньше было. То есть оно было и раньше, но оно было не так активно сейчас. На самом деле, это серьезное направление для увеличения, для расширения своего бизнеса. Причем не только улучшение традиционных систем, но и предложения совершенно новых, нетрадиционных. Но оно как более активизировалось. Когда я говорю нетрадиционные системы безопасности, например, один из наших проектов это система онлайн голосования, безопасного голосования онлайн, которая базируется на блокчейне, которая закрывает кучу вопросов по безопасности данного мероприятия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова